я всех с наступившими всем привет тоже решил похвастаться своим подарком новогодним зашла у меня тема по поводу шлифования ну настоящий момент металла но в принципе как бы вот захотелось вот ее часто называют брашеровальную машину ну по факту это какая-то там щеточная шлифовальная машина вот очень захотелось такую шлифовальную машину потому что площадь обработки сразу больше шире и лучше чем болгаркой то есть болгарка все-таки как бы более такой свой профиль а в этой машины свой профиль и достаточно приличное развитие то есть уже на протяжении многих лет она все так поступательно 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 приходит в наши мастерские это оборудование ну и конечно же поиски по деньгам там по оснащению и вот как-то что-то почему-то отклонил я штурм потому что нашел какие-то не очень хорошие хотя в общем-то с него и начинал потому что как вы видели у меня есть несколько изделий несколько инструментов от штурма и они вполне себе хорошо работают прекрасно все зарекомендовали то есть у меня к ним нареканий никаких нет но вот тут я побоялся собственно искал альтернативу штурму почему-то мне казалось что именно такая форма эргономически выверенная и правильно я не обращал внимание на вес этих изделий и каким-то образом я пришел к элитеку и тут меня опять то есть это как говорят второй раз два снаряда в одну воронку до или второй раз на одни и те же грабли то есть первый раз у меня с элитеком была проблемка и недопонимание можете посмотреть видео на канале про сварку чайника 21 века там я доплатил и поменял все-таки на настоящий синергетический аппарат ту так сказать условную условно-синергетическую поделку и в этот раз значит у меня тоже столкнуться я с такой же проблемой вы уж извините говорю много потому что хочется выговориться и чтобы другим как бы тоже было это в качестве назидания так вот я приобрел этот элитек и как бы ну одним из главных показателей для такой машины опять же пока еще не обращаю внимание на вес это было наличие плавного пуска потому что я знаю что такие штуки с учетом вырабатываемый при резком старте энергии да и движениях вот этих вот центробежных там и прочих это штука очень сильно как бы рвет и мучает кистью но это не здорово я уже перевалил как бы полувековой рубеж поэтому я о себе забочусь уже больше чем просто молодежь или ребята там настройки которым чудо летим и работают поэтому ну взял да я такую штуковину вот что из этого вышло приобрел вот такую штуковину заявлено константная электроника плавный пуск вот эта штука слушайте еще раз вы серьезно плавный пуск работает так конечно нет сдаем то есть опять такая вот обман очка понимаете ну как бы я я не понимаю как как так можно делать неужели ребята которые инженеры у них заказывают там этот оем оборудование неужели не удосужиться хотя бы проверить функционал и по сути же если они это заявили они за это грубо говоря тоже платят деньги при заказе этого оборудования там на заводах а получают без этой функции и потом вот как то вот так вот оно все происходит не знаю дальше я начал изучать какие еще альтернативы и что-то как-то вот уже пришло пришел пришло понимание веса этих изделий после того как я еще эту штуковину в руках подержал я понял что я с такой не совладаю ни в коем разе несмотря на то что я достаточно сильный человек это невозможно это реально 6 килограмм веса почти дурында такая а если туда еще добавить какую-то латунную щетку то это же вообще даже несмотря на то что якобы эргономика у него такая построенная вот эта ручка более тонкая рукоять сверху оно все таким образом из-за габаритов разнесено что получается ну вот мне как бы небольшому роста человеку очень некомфортно с ней было бы работать даже несмотря на наличие вот этого валика подставного ну и дальше изучение опять то есть как бы ну сдал все что делать машину то хочется такую как-то вот попал нарвался я на александра перикова обзор видел что есть такая вот интерскол штуковина потом через это каким-то образом вот нарвался я на ребят джетула я уже не первый раз в общем-то смотрю там их обзоры и оказывается они обозревали уже достаточно давно машину которая как оказалось является по факту прародителям то есть на этом же заводе делаются интерскол и филисати и это фирма crown в итоге конечно же я переплатил всего 500 рублей с учетом того что мне дали скидку на том же озоне в официальном магазине там же я оформил рассрочку то есть без переплаты это сделал дел дело сделал и я считаю что это хорошая функция такая озона появилась потому что мои деньги сейчас задействованы в постройку лазерного co2 станка для увеличения производительности то есть большего выпуска моих изделий поэтому как бы свободных средств нет естественно а вещь это нужно опять же прежде всего для обработки заготовок для этого же станка а потом конечно уже опробую и на дереве ну так вот знакомим ну и сразу же хочется отметить вот тут их девизы там сидела то есть какая-то сопричастность со швейцарской компании я уж не знаю кто там кого как чего но есть в документах это все вот такая вот красавица которая почти в половину меньше весом это прежде всего но по характеристикам здесь в общем то все на коробочке все указано все рассказано и как бы нет никаких грубо говоря проблем с пониманием кроме того то что то щеточная машина конечно же шла с вот такой вот щеткой насколько то грит я так и не понял потому что нигде там никаких этикеток не было ну тут опять же вопрос такое насколько качественный тот абразив да по каким-то деревяшкам там зашкуривать это одно допустим по металлу может быть уже по-другому ну в итоге не стал я рисковать взял отдельно уже прикупал вот такой вот штуковину и вот опять же посмотрите как удобно у крауна артикулы выполнены то есть сразу видно и диаметр этой фигуле здесь кстати диаметр не 120 110 но их в наличии полным-полно проблем с этим нет поэтому задумываться в этом не стоит и видите 400 это как раз та самая гридность но как бы нужно первичную обработку осуществлять это уже грубо говоря солеровую сатинирование такая полировка нужно первичную обработку осуществлять и для первичной обработки я взял вот такую вот штуковину нашел по приемлемой цене и что самое интересное не на сайте производителя вот этого нигде вообще ни на одной карточке товара ни одного продавца гридность не указана она почему-то указана непосредственно на коробке она указана вот здесь и фотографии вроде как есть но попробуйте вот эту вот штуковину разглядите то есть фотографию приближаешь она мутная и только вот если так увеличить можно понять что здесь гридность 80 ну это вот как раз для первичной обработки и металла и железяк посмотри мне вот надо по железякам там график снимать такие неаккуратности от резки вот ну в общем взял это как бы рабочий вариант теперь непосредственно сама машина и так что имеем с этим все понятно здесь буклет в котором кстати много всякого всего включая пылесосы и тут уже тоже непонятно их это фирма или не их потому что по сути этот пылесос обратите внимание на кого похож да это тот же star mix это тот же фесту это тоже куча 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 наименований названий ну и тут много всякого всего ладно это мне не сильно надо документация инструкции я последнее время почитываю потому что не лишним и собственно сама машина ручка она не виброгасящая она просто симпатичная ручка ничего здорово м10 то есть собственно если есть болгарка с виброручкой можно поставить будет турочку у меня такая ручка есть и болгарка такая вот кабель у джетула было отмечено у ребят что кабель короткий у меня пост достаточно близко я в этом проблемы не вижу для себя то есть мне тянутся сильно так не надо кабель очень похож на кг мягкий такой то есть проблем с ним на морозе точно не будет это плюс огромный плюс так откладываем что имеем дальше дальше имеем ну понятно фиксирующие всякие вещи надстройку вот эту вот кронштейн для ручки винтики болтики барашки это я так понимаю переходничок для пылесоса то есть у машины вот так вот сделаем у машины есть возможность подключения к пылесосу и опять же вот обратите внимание да то есть если посмотрите на узнаете до модельку то есть точно такая же как тот же интерскол только здесь очень такой оригинальный своеобразный цвет всегда у крауна грязно-серый как будто уже им работали я так понимаю что это какая-то их такая специализированная фишечка никак иначе не объяснить в общем-то эргономика полностью все один в один эта моделька это интерскол и это филисатик ну достаточно здесь все понятно с редуктором с его блокировкой значит есть регулировка оборота здесь есть и константная электроника здесь есть и плавный пуск сейчас мы в этом убедимся здесь есть все что заявлено все есть и все она работает вот пожалуйста кнопка включена как вы видите возвращаю вилку в розетку есть защита отлично отлично и все работает смотрите еще какая фишка почему вес все-таки интерскола и филисати отличается потому что здесь не стальной кожух как у тех машинок тем достался стальной кран для себя оставил вот этот вот кожух из алюминия плюс сделали ну я думаю в интерсколе тоже такая же штука видите два ролика и один из них он регулируемый по высоте то есть по сути этот как как такой подобие рейсмуса что ли то есть можно таким образом настроить еще одна фишка которую они тоже оставили себе от в отличие от интерскола это быстросъемный вот этот вот кожух вот он пластиковый единственно да он пластиковый но в общем то это хорошо что это быстро происходит потому что быстрее можно будет заменить оснастку потому что у того же энтерскола и филисати здесь железная эта крышечка закрываемая на три винтика и вот александр пириков уже отмечал что этот винтик для того чтобы открутить по сути нужно еще демонтировать вот эту ручку над то есть это не очень здорово так быстрее грубо говоря получается ручку можно не трогать ну вал здесь все понятно шпонки я так понимаю там в этом самом лежат здесь на ключе не быстро так называемые быстросъемы но зато опять же вот еще одна фишка которая есть только у крауна у филисати с интерсколом ее нету это эксцентрик то есть можно менять положение кожуха туда-сюда и опять же не заниматься инструментальным откручиванием и раскручиванием а все делается быстро достаточно по эргономике ну вот александр отмечал что неудобно ему большая рука но взять хочется здесь а здесь нельзя потому что здесь вентиляция мотора но вот опять же смотрите я взял во первых одной рукой это нереально ее пользовать достаточно все-таки тяжелая но при том вот представляете сколько а там вообще весит это вообще кошмар берут ее естественно двумя руками работают естественно в вибро защищенных перчатках это обязательно обязательная программа для таких машин и что хочу отметить вот здесь есть такой плоский прилив видите ну или как он правильно называется прививки за счет этого вот этим пальцем достаточно удобно брать хвататься за эту часть ну и собственно если опять же за счет кожуха можно как-то перехватиться ну как я сказал одной рукой не делаются такие дела вот кожух позволяет сделать так что вы вообще до материала не дотронетесь дотронется только само так сказать сама заготовка вот эта штука опять же я видел у ребят по моему джету или у кого работает замечательно то есть за счет того что и здесь закрыто происходит там это вот центробежная сила и выталкивает большую часть этого добра именно сюда то есть с пылесосом эта штука работает вообще замечательно ну в общем то вряд ли еще что-то можно добавить кроме того что нужно конечно брать и пробовать но пробовать я буду чуть-чуть попозже потому что сейчас едут как раз мои перчаточки и делаются мои заготовочки и как только я буду готов я думаю это будет в ближайшем будущем и мы тогда следующим этапом следующем видео мы это дело с вами потестируем очень уж прямо чешутся руки так сказать расходники уже куплены все есть осталось только подготовиться и сделать так что я думаю до скорого всем здоровья добра мира пока